Всем привет! Мы наконец-то продолжаем наш плейлист LPIC 2. Я параллельно сейчас запишу основы для тех, кто только начинает знакомиться с Linux. Прямо самые базовые вещи, чтобы они могли начать заниматься по нашим курсам, как настроить VirtualBox и так далее. Поэтому немного времени у меня уйдет на этот плейлист. Мы сейчас продолжаем с вами с LPIC 2. Будем работать с ядром Linux. Начнем с того, что разберемся, что это за ядро, какие у него есть версии, откуда его вообще брать. Разобьем традиционно на несколько частей. И сейчас будет маленькая такая теоретическая часть с версией ядра. Напомню то, что у нас само ядро было разработано Linux Torvalds в 1991 году. Код написан на C и частично на Assembly. Так вот, мы в рамках 201.1 разберемся в принципе со многими задачами, которые выполняются с ядром. Но прежде чем все это делать, нам нужно понять, что такое вообще это ядро. И у ядра у нас с вами есть как такой идентификатор, что ли, его номер. Номер разбит на несколько групп, разделенных точками. Чаще всего вы могли встречать 2.6 и так далее. Так вот, у меня на слайде наверху есть версия ядра и внизу есть версия ядра. Про такие доисторические до второй версии ядра я говорить особенно не буду. Только скажу то, что версия 1.0 у нас появилась в 1994 году. Версия 2.0 появилась в 1996 году. Версия 3.0 появилась в 2011 году. И версия 4.0 появилась в 2015 году. Значит, самая первая цифра, она обозначает версию ядра. В разных, на самом деле, источниках ее называют мажорной или старшей версией. Но как-то, наверное, это просто можно назвать версией ядра. С другой стороны, версия ядра это полностью вся эта строчка. Поэтому может возникать путаница. Я в слайде специально написал то, что первую цифру я называю версией. Незапоторя на то, что версия это все-таки строчка целиком. Вторая цифра это у нас старшая версия ревизии или мажор. Третья цифра это у нас младшая версия ревизии или минор. Дальше у нас идет, как правило, какие-то номера патчей, обновлений и так далее. Но об этом сейчас подробнее расскажем. Значит, первая эта цифра, она изначально задумывалась так, что меняться она будет очень редко, когда будут носиться значительные изменения в код и в концепцию ядра. Именно поэтому у нас на сегодняшний день их всего четыре этих цифр. Первое, второе, третье, четвертое ядро. Второе число, которое называется старшей версией ревизии ядра или мажорной версии, это число обновляется почаще. Раньше, до версии 2.6, каждое четное число означало то, что этот релиз стабилен, а нечетное говорило о том, что это ядро, так скажем, нестабильное, разрабатываемое для тестирования, для работы с ним. То есть его как бы не используют в продакшне. Но начиная с версии 2.6 от этой политики ушли, и в принципе все эти четные и нечетные цифры использоваться перестали. То есть каждая следующая цифра, независимо от того, четное или нечетное, означало то, что ядро стабильное. И ядра выпускались в принципе только стабильные. Третье число, которое у меня здесь называется минорм, или младшей версии ядра, раньше оно менялось тогда, когда в ядро включались какие-то заплатки, связанные с безопасностью, с исправлением ошибок и так далее. Но начиная с ядра 2.6, а именно с 2003 года, обнаружили то, что ядро 2.6 такое классное, что привязались к нему, и появилась острая необходимость в том, чтобы менять четвертую группу почаще. То есть у нас ядро 2.6 существует с 2003 года по 2011 аж год. Поэтому большинство ядер Linux, с которыми приходилось работать в то время и с тех пор еще долгое время, это были 2.6 какие-то. И если раньше у нас там были не очень большие цифры в третьем регистре, тут они стали расти капитально очень. И когда в 2.6.8 появилась у нас какая-то такая серьезная ошибка, связанная с NFS, но при этом было недостаточно новых накопленных изменений, чтобы переходить на версию 2.6.9, появилась вот эта вот четвертая группа цифр, которую можно называть патчем, и которая по сути от начала просто какие-то небольшие, маленькие изменения в виде исправления каких-либо ошибок. Таким образом, почти 10 лет были ядра .2, 2.6, наконец добрались в какой-то момент до 2.6, 39.4, и потом уже появилось ядро 3.0. И цифры стали снова что-то значить, а не как было последние 10 лет, где 2.6 в принципе не изменялись. Всю эту ситуацию переломил Linux Torwart, который сказал, хватит сидеть на этом 2.6, давайте развиваться дальше. И по-моему, когда создавалось ядро 3.0, у него не было никаких фактических изменений по сравнению с 2.6, 39.4. Просто изменили нумерацию. Сейчас, к слову, уже активное ядро 4x какое-то, но мы сейчас посмотрим какое. При этом не стоит думать то, что отказались от этих номеров патчей, патчи все равно выходят, и сейчас можно увидеть там 5-6 регистровые такие номера ядер, где этих точек множество, но это мы сейчас давайте с вами посмотрим в консоль. Вот я сейчас захожу, нахожусь в своем синтосе, и могу выполнить команду uname-a, которая говорит мне о том, что у меня сейчас активное ядро вот это вот. Должен сказать, что несмотря на то, что у нас в Linux используется одно и то же ядро, которое разрабатывается Linux Torwart, все равно семейство дистрибутивов носят свои кое-какие изменения в ядра. И как бы ядро Ubuntu, и какое-нибудь ядро RedHut, даже если они основаны на одной версии ядра Linux Torwart, в них будут различия, потому что разработчики дистрибутивов все равно эти изменения сюда вносят. И как я говорил, несмотря на то, что у нас сейчас используются в принципе основные версии, это 3.10.0, я вижу, что у меня это ядро, у меня еще есть вот такой вот целый хвостик, и он тоже имеет значение. Мы можем посмотреть, какие у меня ядра в принципе доступны для загрузчика. Это, конечно, не основной показатель, но тем не менее, как правило, они лежат у нас в корневой директории Boot. И вот здесь вот я вижу то, что у меня есть непосредственно сами ядра. 3.10.0.514, 3.10.0.6193.11.6, и 3.10.0.6193.21. И соответствующие им образы, и не TramFS, мы про них, кажется, уже говорили, такие загрузочные образы, минимальные образы, для того, чтобы стартовала операционная система. И соответствующие настройки. У нас здесь три ядра, и если мы периодически обновляемся, иногда мы можем увидеть то, что происходит обновление ядра, если выходит какое-то новое ядро, и Cintos решил, что пора на него переключаться. Тогда у нас, соответственно, добавляются сюда ядра, и загрузчик перенастраивается на использовании новых ядер. Мы можем сами редактировать загрузчик, указывать в нем, какое ядро и с какими параметрами мы можем использовать по умолчанию, но мы это с вами, кажется, уже делали. Для каждого ядра у нас есть модули. С модулями мы будем работать в следующем уже занятии, но тем не менее сейчас на них посмотрим. Вот здесь вот в лип, в корневой директории лип-модульс, модульс, мы можем видеть то, что у нас есть директории для каждого из этих ядер. И напомню, активный у нас сейчас должно быть, скорее всего, последнее. Да, 693.21 вот это вот. С Ubuntu, помню, была большая проблема в том, что там автоматически не чистится бут-область, и если так несколько раз пообновлять ядро, бут забивается, и Ubuntu может даже не загрузиться. Она не умеет сама очищаться. Хотя, может быть, уже научилась. Я давным-давно с ней не работал. Ну и чтобы сразу закрыть вопрос, я перешел вот на этот сайт, www.kernel.org, ядро. И здесь у нас архив ядер Linux. И мы видим то, что текущее, самое актуальное, стабильное ядро – это версия 4.16.5. Ниже мы можем посмотреть, что у нас вообще творится по ядрам. Мы видим то, что разрабатывается 4.17. RC – это, кажется, релиз-кандидат. И оно скоро станет у нас актуальным. Есть стабильные ядра. Вот они, 4.16.5. Сейчас продолжаем мы его использовать. Есть те ядра, которые по какой-то причине находятся в долгой поддержке. Скорее всего, это значит, что эти ядра используются по умолчанию в каком-либо дистрибутиве какой-то операционной системы важной. И здесь мы это видим. Здесь много внизу ресурсов. Можно почитать документацию, вики, разные странички. Я не знаю, зачем сюда, в принципе, нам заходить на данном этапе, но я решил вам показать то, что текущее стабильное ядро 4.16.5. Здесь, в принципе, можно прочитать про ядр Linux. Итак, это у нас было такое коротенькое вводное занятие по ядру Linux. Вы лучше прочитайте подробно по этим версиям, только не запутайтесь в этих терминах мажор, межо, мажор, минор, старшая версия, младшая версия. Суть в том, что у нас есть 4 таких самых больших версий, самых важных. Это первое, второе, третье, четвертое ядро. И дальше уже их различные версии. Нужно иметь посмотреть, какая у вас версия ядра, например, в свете того, чтобы понять, допустим, уязвима ли ваша операционная система каким-нибудь таким угрозам, как мелдаун какой-нибудь или спектр. То есть, когда у нас была вот осенью, по-моему, вся опасность, нам пришлось срочно на серваках версию ядра обновить. Нам нужно было понять, в какой версии ядра нашего дистрибутива уже эти уязвимости все закрыты и пропатчены. То есть, как минимум для этого. А мы в следующих занятиях будем уже плотнее работать с ядрами.